Ну вот мы сейчас с Таней сидим обсуждаем экономические темы нашей жизни Почему-то у России сложилось мнение, что все люди, которые иммигранты, как мы с Таней живем здесь У нас какие-то неимоверные совершенно зарплаты, неимоверные совершенно деньги Мы расходуем, хотя мы живем совсем на маленьких Ну это все вещи, которые мы наносим, это Масиму Дути и Дольче Габбана Хотя я покупаю в китайском магазине и на рынке Да, да, вот, вот Все это глупости Здесь мы получаем зарплату, которую хватает Но проблема, что здесь, как в России, большие деньги не нужны на руках Они вообще здесь такие деньги, как в России, не тратятся Как вам это, я не знаю, как по-другому это... Мы сходили в дорогой ресторан, сколько заплатили за это? Всего 50 евро А я, извините, я приезжал в Россию А если в китайский пойдем заплатим 20 евро, да? Не, да А если, а я был в этом... В России у родителей говорил, что я брал с собой 20 тысяч рублей Я думал, что это большие деньги Оказывается, что это просто как на мелкие расходы Ага, но уже и так в Москве дорого стоят В Москве это нереально А я тоже помню, что в Россию приехала, пошла на рынок Хотела себе свитерочек купить какой-нибудь красивый И мне говорит тетка, там, цену 2000 рублей А тогда евро стоил... евро стоил 40 рублей 1 евро И значит 2000 это было 50 евро И я офигела думаю Дома я на 50 евро бы 3 свитера бы купила Да, ведь в Испании Это невероятные какие-то цены Да, главное на рынке Не то, что там в каком-то магазине А на рынке в Жевске 2000 свитерок какой-то вообще простенький стоят Я сейчас это говорю не основным подписчикам, которые смотрят мою жену Говорю одно лишь только подписчикам, которые являются моей сестрой Ой, красота, блин Они так переливаются, эти рыбы, тут на экранчике не видно Вообще так, если глазами смотреть, они так переливаются Нет, это видео так не снимают И вообще как-то И так, если реально глазами смотреть, будут более яркие цвета, чем камера снимает Нет, это стоит посмотреть 20 евро мы за это заплатили А кстати, если покупать онлайн через интернет То на 2 евро дешевле 18 евро И то есть очередь не надо стоять Через интернет удобнее Мы с билетами уже приехали, ни в какой очереди не стояли Сразу шли Нифига себе, целая стайка таких Я помню, это у зятя у моего, у мужа моей сестры Такие были рыбки, но они были маленькие Вон они какие огроменные Они, между прочим, больно стреляются И их нельзя руками трогать Не электричеством бьют Ладно, пойдемте уже на выход Да, да Вот где, оказывается, мы тут уже-то спрятались Такое темно, видимо, они не любят свет Возвращаемся в кастрюлю Возвращаемся в кастрюлю Мама 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 Непонятное чудо такое. Таня, извини, ты меня сними в данный момент. Вот мы сейчас сели в бар. Я говорю вам для тех, что вот это, кто сюда в Испанию приедет, это все увидит. Что здесь в Испании вот здесь вот так бар на террасе, это реально, это реально, это возможно. Ну-ка давайте посмотрим ботидос де шоколадо. Стоит всего 3 евро. 3 евро умножить на... 3 евро? На 6 евро. Ботидос... На 6, 65 уже. 2,65. Так, кафе, кафе евро 80. Ботидос. Вон 2,20 стоит. Нет, ботидо 5,50 тут. Нет, Леша, ботидо 5,50 стоит. Конечно, на 4. А нет, на 3. И кафе соло стоит евро 65. Еще 20 евро. Так, а где у нас пиво? Сколько у нас пиво стоит? И это центры Барселоны, да? Где? Да, да. Где туристы большие, где пиво? Необязательно, чем пиво. Ну так, Ильяс же пиво будет пить. Сейчас вообще посмотрим, сколько тут цены. Так, тапас тут, вон, 5 евро всего. Эмсалада 8 евро. Салат, пицца. Пицца 10, 11. А тут, вон, тортики разные. Почему она это не будет? А вот ботидос, я говорю, 5,50 ботидос. А что-то я пиво не нашла. Бир надо искать, бир. Креп. Водку такая нашла. Обиженно. В общем, 3 евро, наверное, да, эти. 2 СМ, по 2-3. Вот мне такое принесут вот сейчас. Такое вкусненькое. И поедем в Моторопарк. Так, мороженка. Мороженка 7,25 стоит вот такая шикарная. 7,25. 5. 7,25. Такие мороженки невероятно вкусные. Ну, это надо еще учитывать, что мы находимся в центре Барселоны. И в Люрете это... А вот сервеса, вот сервеса. Вот сервеса. 1 литр 9 евро. И Ла-Клара. Ла-Клара 4,75. Ну, это центр города. Покажи, Леша, свою аббатиду. Вкуснятина, да, Эдь? Вкусно? Пригадаться. Один у нас, Ильяс, на диете. Магазины тут снимать нельзя. Я тут из петтишка только. Так, из петтишка снимай. У Ларуку и безелочи приехали. Так, мы с Лешей прибарахлились. Тут такой магазинчик классный. Смотрите, 27 евро всего стоят такие ботиночки. И у Леши из натуральной кожи сколько стоит? 55. Всего 55 евро. И вон полный, покажи. И полный пакет смоток. Вон, пакет смоток. Мы купили на сколько? На 100 евро. Дома покажу. На 100 евро, да? Да. Вот здесь мы бродим. Что-то наших потеряли. Не знаю, куда они ушли. Что ушли посмотреть. Вот это тут магазины, которые рядом с Ларука Виллоч. И сейчас здесь идет тотальная распродажа в 50%. Лауптика. Так. Ребятишки у нас покупали себе обновки в Манго. А мы пошли... А для нас Манго уже... Ну, такой магазин уже. Я там попыталась что-нибудь померить на себя, но... Нет, это не для нас уже магазин. И мы с Лешей ходили. Вот там подальше магазин называется. Группа. А отсюда не вижу. В общем, там нормально мы так скупились. Вот здесь вот Диэз, Пардиэз. Может, они туда ушли? Может, они Диэз, Пардиэз там? Что-то смотрят. Тут детский магазинчик. Вот так. Решила поснимать немножко. А то внутри не разрешают снимать. Ну, хоть так поснимаем. Вообще, конечно, обидно, что... Я один раз в магазине пыталась снимать. Ко мне охранник подошел. И попросил все, в общем, стереть. Где мы их будем искать? Пешком, да? Она тут рядом. Ну, почему так, думаю, что они туда пошли. Мне такое ощущение. Да, мне кажется, они где-то здесь ходят. Но мы их просто не видим. А может, они там в примерочной были где-нибудь. Вот здесь мы ботиночки купили. Вообще обувь. 50% скидка и кожаная, и вообще... А здесь... А здесь одежду для Леши купили. Тоже здорово так. Такие цены вон 12, 15, 16 евро. Вот такие магазины рядом с Ларока Виллоч. Можно отовариваться. Как раз в этот момент идут тотальные скидки. Ну, 50% мы всегда здесь все покупаем. Наконец-то я сюда нашла джинсы. Третьи, которые мне подходят. И стоят они... Стоили 35. Сейчас стоят 19. 20 евро. И стоят 20 евро всего. Я так довольна. Сейчас я их куплю. Есть в чем ехать в Россию. Так, мы все прибарахлились. Смотрите, у меня тоже манго. Все с пакетиками икру. Ну, так уже... Какие пакетики? Что купили? Ты сумочку купил? Да. Я себе джинсы в дырках купила. У меня никогда джинсов в дырках не было. Я решила себе, когда лето кончилось... Сейчас Леша покажет нам, в чем мы набрали. А там ботиночки в Россию ехать. Ну-ка, Леша, положим ее. Это вот эти? Ну, что все плохо, Пашки? Да, они с собой, а вот они. Ну, это ботинки у Леши. Хорошенькие. А там у меня сапочки. Какие только ужасные, надо их поменять. Почему ужасные? Ну, потому что как-то... А сапожки видели? Нормально. Где мои сапожки вообще? Вон сапожки мои. Угу. Ну, натурального меха тут нет. Антоня, я не знаю, что ты говоришь, но они не против моторопарк приедут. Не против, но поехали в моторопарк. Ну вот, все, день закончился сегодня. Опять идем с покупками. Хорошо прикупились. Опять в манго купили. Уже приехали моторой и уже в манго купили. Угу. Все, Леша теперь смог договора одеть. Мы приехали мы с покупками. Ну-ка, Леша, покажи свой пакет. С покупками, я сказала. С продуктами, Леша? Я сказала, с покупками. Леша! То, что улетание. Это очень должно быть. Потому, что улучш recap. Продолжение следует...